я никак не могу уснуть куча дел короче насчет мужчин хотела сказать что очень важно понимать что их спекуляции на том что помнишь какой я был хороший тогда помнишь как я тебе помог тогда помнишь как я тебе много денег давал тогда до этого в прошлом а сейчас нет но это же не повод говорить что я тебя не люблю ты мне нужна I don't care я не забоюсь о тебе или еще что-то я тебя разлюбил или у меня есть другая или еще что-то это все это и значит будьте уверены что значит ваша ценность упала что значит вы не нужны что значит есть что-то более важное чем вы как только мужчина появляется что-то более важное чем вы это в основном либо другая девушка либо просто конкретно вы и муж больше не нужны и что-то спасать здесь в основном бессмысленно если это случилось не нужно терять свое время унижаться и говорить типа ну я же такая хорошая или а что же я такого сделала просто шлите нахуй так будут целее ваши нервы и с годами девушки к сожалению это понимают некоторые с годами этого не понимают но почему к сожалению с годами понимая почему они сразу этого не понимают вот это очень печально и когда девушка так прогоняет потом она жалеет что она столько времени потеряла на слезу на уговоры и все прочее поэтому рождаются такие мемы в стиле давай поработаем над отношениями это говорит девушка в отношениях как говорит девушка вот так вот иди нахуй типа мужика какие-то проблемы она должна его понять она должна принять вот так вот он например не дает ей больше денег не заботиться и внимание не уделяет то не делать это не делает она ему сказал сделай это 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 или короче пиздец там все короче ну пример или заплатить за это мне негде жить заплатить за это мне нечего ей заплатить за это мне нечего носить и он тебя шлет нахуй или говорит решить саму проблему или дорогая потом сейчас кризис стране сейчас коронавирус стране сейчас не знаю мне что-то нужно самому я тебе не могу дать вообще никаких денег ни одного доллара вообще никаких денег ты месяц не увидишь потом когда ситуация стабилизируется когда все классно будет стране когда коронавируса не будет тогда и встретимся тогда я тебе и дам тогда это и все а что ты бы дала разве ты бы дала последние свои деньги монета у него не последнего там откладывает и инвестирует и работает бизнес делает и все прочее они у нее не последний просто ваши ценности совершенно на нуле и ниже в таком случае нужно сразу это понимать просекайте слать нахуй чем жестче тем лучше и просто можно просто по-английски уйти можно как бы девушки поймите сохраните свою психику это проверено многими женщинами проверено даже мной если вы перестанете отношения настраивать типа работать над ними еще что-то у вас что работы больше нету во что заняться нечем во что бизнеса нет во что хобби нет во что не знаю своего тела и своего лица нету чтобы одним поработать лучше чем нежели хуйня страдать и отношениями работать если он мудак если он жадно если он резко решил что ты сейчас можешь полгода посидеть без денег без его помощи а ну вы в отношениях ты больше ни с кем не общаешься или ты постоянно с ним выясняешь отношения ли постоянно вы говорите пиздите по телефону или вообще в жизни он тебя юзает а в итоге ты трачен у него время молодости и он говорит ну потом потом дорогая тебе все дам потом сейчас все стабилизируется я же тогда если мы так сейчас потратим все мне же потом целых сто лет придется что-то делать чтобы grow up короче вырасти а так я сэкономлю нормально вот так вот некоторые терпит год два три некоторые 10 лет некоторые 15 некоторые 20 некоторые всю жизнь терпит а мужик себе припеваючи использует ресурсы этой девушки и орбитинг и в реальной жизни гражданский брак и всякая орбитинг когда он типа рядом но нихуя не рядом типа нет нет никакой помощи когда речь заходит об реальном схождении то есть типа ну они в итоге должны встретиться он ешь лет нахуй все до свидания не плачь по нему заведи себе кучу других мужиков и забудь о нем пойми что это самый адекватный способ себя оградить от дебила поэтому короче не нужно никакие отношения там настраивать выстраивать и давать ему шанс потом что-то сделать он либо сейчас что-то делать либо вообще нахуй он идет и ничего не надо делать пойми ты из любой ситуации сама выкрутишься другой мужик какие поможет но не он и если он тебя хоть один раз послал нахуй сказал я сейчас не могу дорогая давай потом ты типа должна выходить его положение например ты говоришь что тебе негде жить он давай потом через пару месяцев коронавирус закончится и тогда я тебе там дам или буду поддерживать тебя сейчас нет сейчас мне самому плохо ну ты знаешь что у него все нормально ему ездить и жить что есть и все прочее и он делает бизнес работы ну как бы чё вообще о чём речь поэтому это все вот все что я говорю это основывается на опять же на миллионах женщинах на их опыте и я думаю у каждой девушки буквально были поползновение или такого мужика типа давай вот так вот а ты что меркантильная сука я те что ради денег только должен давай просто друзья им будем но там со всеми прилагающимися функциями или там типа сейчас мы типа друзья потому что на расстоянии денег я тебе давать не хочу а когда мы вместе с этим что да окей ты мне нужна а когда ты далеко ты мне нужна потому что так я тебя юзать не могу такое классная короче это все основывается на горькому пути миллионов женщин поэтому прислушайтесь к этому и говорите себе что вы особенное в плане но нет он у меня другое но я так хорошие то все нет все они пиздят одинаково все они юзают одинаково и поэтому нужно 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 доверять своей интуиции мне нужно закрывать глаза и типа ну ладно я прощу его а потом ценовать хуйня все это хуйня ты столько раз пожалеешь об этом ты когда один раз человек в апреле вот когда один раз на тебя кинул один раз послал тебя нахуй один раз он принизил тебя твою ценность все до свидания больше не нужно от него ничего хотеть ты не сдохнешь поверь мне ты не сдохнешь закрыта одна дверь откроется другая дверь представь нет этого человека ну сдох он к примеру да а его предательство его нет равносильно сдохнуть для тебя должно быть вот и все и пойми ты без него не сдохнешь и без ней вообще любой человек должен быть заменяем в таком случае для тебя если вот так вот люди с тобой поступали поступают сколько можно тогда нахуй тогда шли не нужно 30 лет например идти к тому чтобы послать очередного идиота в твоей жизни нахуй то есть сразу нужно быстро реагировать понимаешь появился мудак так все убери его из своей жизни со своей дороги все поблагодарю его за все хорошее скажем хорошо дорогой я тебя поняла там то все короче ну ты конечно знает что там между ним происходит да все и после этого до свидания потому что чем больше все это ты затягиваешь сама себя это все затягиваешь типа ты влюбляешься там или еще сюда жалеешь его нужно этого делать это тебя убивает это убивает во время за это время ты найдешь еще миллион мужиков то есть ты постараешься войтись с ними в отношения все тоже самое будет только он может оказаться гораздо лучше а когда ты отбрасываешь дебилов из своей жизни у тебя как бы биополе очищается к тебе уже дебилы не подходят тех кого-то отшила и отшила не один раз убрала свои дороги убрала предателей убрала нищих жадных убогих тупых дебилов дегенератов агрессивных тиранов вот это все шоболь вот эту ты очистил свое биополе и все к тебе притягивается уже совершенно другие личности поэтому не бойся убирать из своей жизни говно все нужно просто очистить свою жизнь свою личность не вступать в контакт с этим дерьмом и тогда все будет офигенно в жизни тебя пока ты держишься за говно в жизни ничего хорошего не произойдет самое адекватное что ты можешь сделать это работать над собой над своим телом над своим сознанием плане прокачивание скиллов навыков получения образования и работы в плане бизнеса хобби монетизации своих хобби поэтому отбрось в сторону навсегда работу над отношениями то что ты живешь личной жизнью куда-то в жопу мужику дуешь куда-то его стараешься там на пьедестал поднять миллиардера из него сделать мотивировать его себя лучше мотивируй и себя сделай крутой нужно его делать крутым пусть сам как-нибудь сделает себя крутым ты себя делай крутой и то что он тебе дает преобразовывая в свой ресурс делать свой бизнес и прочее если он тебе ничего не дает он не должен быть твоей жизни просто прими ты как за правило это должно быть так иначе никак если ты ему интересно он будет все для тебя делать он последний тебе деньги отдаст и ни один раз и не два всю жизнь будет так а если твоя ценность упала он тебе денег больше не даст поэтому важно понять не работает над отношениями не нужны тебе такие отношения над которыми нужно работать шлешь нахуй если что-то не так все если он что-то сделал не так ты ушлешь нахуй все что не нужно работать над отношениями он ничего не поймет быть уверен и что еще короче это самое главное просто это прорыв вообще в женской психологии в семейной психологии на это со стороны женщины когда она больше не работает наше никогда вообще не уговаривает его ничего там переделает не к психологам семейным не водит он идиот вот пусть он сам там разбирается своим идиотизмом если он не ебанет он ебанет вот это вот прям точно